Что мы здесь делаем? Сейчас мы приехали поменять для нашего клиента прописку, так как он уже имеет визу, и ему нужно будет просто поправить свои документации, какие-то моменты. На полицию, в принципе, можно записаться по нескольким вариантам. Мы как раз находимся на одном из филиалов Чешской играчной полиции. Можно было записаться нескольким вариантом. Либо можно было позвонить и записаться по телефону, можно было записаться онлайн, что сделала я. И можно было прийти, в принципе, в живую очередь. Ну, живая очередь, как правило, занимает весь день. При записи это занимает до получаса. Понятно. На каком языке они общаются? На чешском языке. Понятно. Ты сейчас приехал и подаешь документы по доверенности. Да, да, совершенно. То есть фактически клиент находится дома, отдыхает, а ты просто решаешь его вопрос. Ну, да, можно сказать и так. Чаще всего это бывает, что просто клиент где-то находится не в Праге по своим делам, либо у него нет времени, поэтому пишет доверенность. Это платное мероприятие? За это нужно здесь что-то платить? Именно за подачу, за измену, как правило, нет. Но ты платишь определенный налог в виде марок. То есть ты покупаешь на определенную сумму марки, которые ты в случае получения измененного документа, либо нового документа, биометрической карты, ты этими марками платишь налог играчной полиции, государству. Понятно. Сколько? В случае, если получаешь первый раз биометрическую карту, как для визы, то это 2500 крон. В случае изменения каких-либо данных, то, например, в нашем случае изменения адреса на биометрической карте, то это 1000 крон. Понятно. Вопрос вот компании здесь в Праге. Три направления, которые вот сейчас мы будем охватывать, это какие направления? Трудоустройство? Трудоустройство. Трудоустройство. Да, второе. Это оформление фирмы. Так, то есть оформление компании. Компании, да. Это будет открытое акционерное общество или это будет индивидуальное предпринимательство? Это может быть и индивидуальное предпринимательство, и акционерное общество. Да, и третье направление, самое близкое для тебя. Студенческое. Студенческая виза. Да, то есть студенческая виза, она подразумевает получение для каких стран и есть ли ограничения по возрасту? Ограничение по возрасту, здесь студенческим студентом считается человек до 26 лет. Поэтому можно приезжать до 26 лет на основании студенческой визы. В принципе, ограничения, с какой стороны ты приедешь, нет. И процедура, в принципе, она, наверное, чуть-чуть где-то потяжелее, чем получение открытия фирмы, либо открытие частного предпринимательства. Я понял. Все подробности в нашем новом видео с Виолетой. При регистрации онлайн на полицию приходит код, по которому мы сейчас будем получать номерок в очереди. Виолетта, это процедура платы, например, в Швеции, чтобы такую сделать, нужно оплатить 500 или 600 кром. Здесь не надо. Мы получили номерок с моим фамилием, именем и идем ждать. Мы сейчас меняем прописку для нашего клиента. У него, так как уже была виза и биометрическая карта, сейчас после смены места прописки, места проживания, он должен поменять биометрическую карту. Но в случае при получении первого раза биометрическая карта стоит 2500 крон. Это налог, который мы оплатим в Чешской Республике в виде марок. При изменении каких-то данных на биометрических картах, документах, мы просто доплачиваем 1000 крон для того, чтобы изменить информацию на биометрической карте. Нам дали подтверждение о записи на биометрическую карту на двух оцене и снова мы будем сдавать пальчики на 24 число.